Крупнейший многосторонний кредитор в мире, европейский инвестиционный банк, выделяет средства на зеленые проекты, но не на инвестиции в ископаемое топливо, финансирует восстановление Украины и поддерживает инновации и конкурентоспособность в Европе. Его повестка дня обширна. В программе «Глобальный диалог» мы побеседовали с новым президентом банка, бывшим министром из Испании Надей Кальвиньо. Спасибо, и добро пожаловать в «Глобальный диалог». Спасибо за приглашение. Вы начали свой шестилетний срок несколько недель назад, и у вас уже много дел. Я хотел бы начать с одного из приоритетов – восстановление Украины. Это огромная задача, требующая твердой европейской приверженности. Как она будет решаться? Как вы финансируете проекты, зная, что их вновь может разрушить война? Банк работает в Украине уже давно. С начала войны мы инвестировали в страну 2 миллиарда евро. Хорошей новостью для нас стало решение, принятое лидерами, об укреплении механизма помощи Украине. Это даст Европейскому инвестиционному банку больше гарантий и больше возможностей для продолжения поддержки, инвестирования в восстановление Украины после окончания войны. Надеюсь, это случится как можно скорее. Е и Б известны многим как «зеленый банк». Расскажите о ваших проектах, показателях. Инвесторы остались довольны? Да. В прошлом году мы инвестировали 49 миллиардов евро в «зеленый переход». Это очень хорошо. Климатический банк – это действительно удачное для нас определение. Мы создали свой бренд и с ним финансируем весь цикл «зеленого перехода» – от исследований и разработок до распространения инновационных технологий и развития сетей. В зоне нашего внимания – декарбонизация тяжелой промышленности, энергоэффективность технологий чистого нуля. Я считаю, что это правильный путь поддержки перехода. Сегодня крупные автопроизводители откладывают запуск новых электрических моделей, фермеры протестуют против экологических норм, а популисты игнорируют климатическую повестку и набирают популярность. Это реальная опасность для «зеленого пакта». Мы находимся на переходном этапе изменения фундаментальной сопряженной с издержками. Именно поэтому госсектор, политики, а также государственные учреждения, такие как Европейский инвестиционный банк, должны сопровождать отрасли. Мы должны поддерживать сельхозсектор через осуществление необходимых инвестиций, должны поддерживать тяжелую промышленность в проведении преобразований. Нужно, чтобы граждане имели доступ к недорогим «зеленым» технологиям. Наш долг объяснить происходящее и сопровождать экономику, общество, ликвидировать инвестиционный разрыв, гарантируя, что мы используем возможности «зеленого» и «цифрового» перехода по максимуму. Отчет ЕИБ показывает, что европейские компании увеличили инвестиции в такие области, как инновации, энергоэффективность, диверсификация цепочек поставок. Это позитивный момент. Однако, согласно отчету, есть риск размежевания в корпоративной Европе. В чем проблема? Очевидно, что компаниям нужно хорошо подумать, прежде чем делать какие-то инвестиции. Сегодня велика неопределенность, геополитическая напряженность, ограничивающая готовность бизнеса к риску. Именно поэтому Европейский инвестиционный банк играет столь важную роль в снижении рисков по инвестициям. Когда мы вкладываем в «зеленый водород» или в завод по циркулярному производству батарей, мы даем проекту жизнь, так как привлекаем своим примером других государственных и частных инвесторов. Они рассматривают участие банка как очень важный элемент снижения риска, доверяют нашему техническому анализу. То есть в какой-то степени мы подтверждаем, да, это жизнеспособный, хороший проект, который привлекает инвестиции. Вы говорите о геополитической напряженности. Многие в Брюсселе, в столицах ЕС опасаются возвращения Трампа в Белый дом. Вы в их числе? 24-й важный год. Миллиарды граждан по всему миру придут на избирательные участки, проголосуют и решат, какое будущее хотят для себя и своих детей, в том числе и для Евросоюза. Скоро пройдут и европейские выборы. Все это, безусловно, окажет большое влияние на наши судьбы. Но прежде всего я считаю, что выборы должны привести к сильному единению европейцев, к подтверждению намерения оставаться солидарными, вместе, решительно отвечать настоящие перед нами вызовы. Исторически сложилось так, что именно это верный путь вперед. Вы изящно перешли к теме европейских выборов. Вас не волнует исход президентской кампании в США? Я предпочитаю не вмешиваться ни в какие политические дебаты на моем посту президента Европейского инвестиционного банка. Хорошо. Одна из ключевых концепций политики в Брюсселе и в Европе – это конкурентоспособность. Поговорим об этом в связи с темой, которая уже давно стала частью политических амбиций ЕС. Я имею в виду создание Европейского союза рынков капитала. Несколько дней назад Совет и Парламент договорились о пересмотре правил по рыночной инфраструктуре. Процесс сможет завершиться в этом году? В этой сфере я работаю уже много лет. У меня большой опыт в области финансового регулирования. Союз рынков капитала был в числе наших приоритетов еще 10-15 лет назад. Надеюсь, что со следующим мандатом мы сможем получить обновленную правовую базу. А пока я, как президент Европейского инвестиционного банка, запустила ряд рабочих групп, чтобы понять, как нам стать первопроходцами в создании некоторых финансовых инструментов. Тех, которые можно использовать в качестве строительных блоков союза рынков капитала. Вы только что приступили к исполнению своих обязанностей в ЕИБ в Люксембурге. Какой бы вы хотели видеть Европу через 6 лет? На этот вопрос очень сложно ответить. Кто знает, что произойдет в ближайшие 6 лет? Просто взгляните назад и посмотрите, сколько мы уже прошли. Пандемию, войну, инфляцию. Я очень надеюсь, что в будущем мы сможем эффективно реагировать на новые вызовы. Надеюсь, что восстановим мир на наших границах. И потом будем вспоминать происходящее как короткий период, когда война и разрушение охватили Евросоюз. Я надеюсь, что мы также увидим сплоченную, более интегрированную экономику и общество в ЕС. И, конечно, надеюсь на процветание, благополучие и счастье для наших детей и внуков. Отличное заключение. Спасибо, что были с нами в глобальном диалоге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова